Передовые инженерные школы Казанского федерального университета. Программа «Пиши развивать согласно его дорожной карте». То есть мы на сегодняшний день уже запустили две образовательные программы. Церемония награждения участников 11-го республиканского правового турнира. Мы считаем, что эпоха лего-тек не наступила. Мы не согласны с вашими терминами, поэтому ведем свои. Как создать новогоднее настроение? При подготовке мы выбирали, что мы будем делать с ребятами, мы выбирали возраст. Например, я пошла на маленьких ребят, потому что очень люблю с ними взаимодействовать. Здравствуйте! В эфире «Универньюз» в студии Илья Андреев. В Казанском федеральном университете состоялся пресс-тур представителей иностранных средств массовой информации, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации. Гостям провели экскурсию в Музей истории Казанского университета. И сейчас расскажем о том, как это было. Я очень слышал именно об истории университета. Очень много, кстати, студентов из арабского мира приезжают сюда, спрашивают конкретно о Казанском университете. Впечатления у меня были, конечно, позитивные, потому что я не знал, что все такие знаменитые люди, они учились здесь, бывали здесь, поэтому мне там на самом деле понравилось. Накануне в Набережных Челнах прошло заседание Стратегического совета, где ключевой темой обсуждения стало развитие передовых инженерных школ Казанского федерального университета. Какие вопросы рассмотрели члены Стратегического совета и к чему они пришли, расскажем далее в нашем сюжете от Карины Саяховой. 16 декабря на площадке Публичного акционерного общества КАМАЗ под председательство заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберта Каремова прошло заседание Стратегического совета по развитию инженерного образования передовых инженерных школ Казанского федерального университета. Ректор Кафулина Арсафин в рамках рабочего визита в Набережные Челны принял участие в заседании совета. Встреча прошла в смешанном формате, дистанционно и лично. На мероприятии лично присутствовали мэр Набережных Челнов Наэль Магдеев, заместители генерального директора ПАО КАМАЗ Ири Кумеров и Жанна Халиулина, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Софиуллин, проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова, директор Набережной Челнынского института КФУ Махмур Ганиев. Дистанционно же к встрече присоединили заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов и многие другие. Члены стратегического совета рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности и дальнейшего развития передовой инженерной школы Казанского университета Киберавтотех. О выполнении плановых показателей ПИШК КФУ за 2022 год доложила директор инженерной школы Гузель Капитонова. Она подробно остановилась на выполнении научно-исследовательских работ и проведении образовательного процесса с участием сотрудников КАМАЗа, стратегического партнера КФУ в реализации данного проекта. Также было представлено рассмотрение участников заседания плана работы школы на 2023 год, включающий в себя разработку и внедрение образовательных программ, повышение квалификации ППС, инженеров, прохождение студентами стажировок, а также научно-исследовательские работы по приоритетным направлениям деятельности ПИШ и закупку необходимого оборудования для научно-технологических и экспериментальных лабораторий и опытных производств. Программа ПИШ развивается согласно его дорожной карте. То есть мы на сегодняшний день уже запустили две образовательные программы, в рамках которых обучаются 20 бакалавров и 13 магистров. Также у нас запущены научно-исследовательские работы по 8 темам совместно с КАМАЗом. Прошли повышение квалификации 59 сотрудников КАМАЗа, прошли повышение квалификации 15 сотрудников Найбричененского института, которые как раз преподают у нас в передовой инженерной школе и пишут по программе на следующий год. В ходе обсуждения программы развития инженерной школы члены Совета утвердили ее бюджет на следующий год и план закупок оборудования. Кроме того, был согласован и перечень образовательных пространств, которые планируются дополнительно создать в структуре ПИШ. Речь идет о новых лабораториях и университетской стартап-студии. Карина Саяхова, Универньюс. В императорском зале Казанского федерального университета состоялась торжественная церемония награждения участников 11-го республиканского правового турнира. О главной теме дебатов и абсолютных победителей расскажет наш корреспондент Карина Саяхова. Правовой турнир стартовал 17 декабря. По прошествии множества семинаров, лекций, тематических игр и конференций. Участники дождались главного дня в их трехдневном учебно-тренировочном марафоне финального раунда. Он состоялся 19 декабря в императорском зале КФУ при участии почетных гостей. Представители органов исполнительной, законодательной и судебной власти Республики Татарстан и известных ученых и заслуженных преподавателей. Открытие финала турнира в торжественной обстановке состоялось под руководством главного советника при ректорате Казанского университета Рияза Миндзарипова. Очень счастлив, что в Республике Татарстан есть такой турнир, который повышает правовую культуру, интегрирует опыт научной работы вузовского школьного воспитания и образования. Мы рады принимать себя в частности турнира ежегодно и надеемся, что это будет еще и продолжаться дальше. Присутствовавшие на турнире гости отметили рост уровня организации ежегодного мероприятия, а также прогрессивное развитие содержательного наполнения образовательных технологий. Кроме этого была отмечена и ключевая тема турнира эпоха «Легалтэч». Спикеры подчеркнули ее значимость в рамках мероприятия и развития правового государства и правовой культуры граждан. «Легалтэк» на самом деле, наоборот, как раз где-то в этом промежутке взаимодействия противоположного, как единственная борьба противоположностей в материалистической диалетике. То состояние, да, и та, подроба, которую сегодня обозначали, которая, с одной стороны, очень интересная, потому что они до конца не знают, что это будет. И, мало того, они даже не подозревают, что это будет, скорее всего, в конечном итоге и в официальном интересе то, что не будет нуждаться. В результате трехдневной схватки победителем дебатов стала команда господа Головлева лицея номер 35 Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Участникам были вручены грамоты и памятные призы за участие в столь непростом, но захватывающем соревновании. Ребят, которые особо проявили себя во время турнира, наградили ценными подарками. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. В КФУ состоялось торжественное мероприятие «Перекличка поколений», посвященное столетию комсомольской организации ВУЗа. О всех подробностях расскажет наш корреспондент Амир Ахтямов. Самое главное, чтобы мы были вместе и обязательно встречались. В вечере встречи, проходившем в форме общего комсомольского собрания, приняли участие выпускники Казанского университета. Активисты Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи разных лет. Они поделились воспоминаниями и отметили, что подобные встречи должны проводиться чаще. Мы, ветераны комсомола, должны, конечно, активнее участвовать в студенческой жизни университета. Но студенчество, комсомол, это всегда в нашем сердце. Рассказывая о деятельности комсомольцев, Татьяна Беспалова подчеркнула, что они всегда были очень активными. Занимались спортом, выступали с концертами, шефствовали над детскими домами и семьями погибших в Великую Отечественную войну солдат и офицеров. Также на мероприятии присутствовали профессора и доктора химических наук. Они особо отметили, что деятельность, которую когда-то начинали комсомольцы, сейчас продолжают и развивают представители различных общественных организаций и объединений ВУЗа. Вот наши великие сидящие комсомольцы-выпускники, принесшие каждый из вас какую-то толику славы родному Казанскому университету. Спасибо вам! В завершении мероприятия воспоминания о комсомольской юности поделились ветераны студенческих строительных отрядов и других общественных организаций Казанского университета. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, Универньюс. Как создать новогоднее настроение? Установить дома елку, повесить гирлянду и сходить на каток. А еще можно вместе с друзьями посетить мастер-класс по созданию елочных игрушек. Накануне такое мероприятие организовали студенты Казанского федерального университета. Подробности в сюжете нашей новостной службы от Маргариты Михайловой. Что может создать новогоднее настроение? Елка, мандарины, подарки. Но чтобы по-настоящему окунуться в сказочную атмосферу, важен сам процесс подготовки к празднику. Это своего рода ритуал. Вместе с департаментом по молодежной политике Казанского федерального университета студенческий педагогический отряд «Тайгер» накануне организовал новогоднюю мастерскую для детей. В прошлом году мы проводили для детей такие мероприятия, и этот год не стал исключением. Нам важно, чтобы дети к Новому году также подготавливались и не находились в телефонах, не знаю, а занимались творчеством, общались друг с другом и чему-то учились. Для разных возрастов разные мастер-классы. Для тех, кто помладше – создание новогодних открыток. Для тех, кто постарше – производство елочных игрушек. Из материалов – блески, краски, карандаши и фломастеры. Но все же главный ресурс – воображение. Самые смелые фантазии стали реальностью. При подготовке мы выбирали, что мы будем делать с ребятами, выбирали возраст. Например, я пошла на маленьких ребят, потому что очень люблю с ними взаимодействовать. Поскольку мы являемся бойцами и кандидатами студенческого педагогического отряда, штаба студенческих отрядов КФУ и СПО «Тайгер», мы работаем летом с детьми, и поэтому для нас только в радость, в лишний раз, не в летнее время, не в третий трудовой семестр, поконтактировать с ребятами. Для наших кандидатов это очень хорошая практика, посмотреть, как работать с детьми, как они себя в этом могут проявить. Под руководством студентов Казанского федерального университета юные казанцы погрузились в атмосферу праздника. Со своими старшими товарищами они поделились самым секретным – новогодними пожеланиями. Уже совсем скоро новые праздничные украшения займут свое почетное место на домашних елках. Маргарита Михайлова, Универньюз. В Каире при поддержке Россотрудничества состоялся форум иностранных выпускников советских и российских вузов, представителей системы образования стран Ближнего Востока и Африки. Мероприятие собрало более 200 выпускников советской и российской системы высшего образования. Казанский федеральный университет на форуме представил проректор по внешним связям Тимирхан Алишер. На пленарной части конференции он выступил с докладом о проректах КФУ в странах Африки, Ближнего Востока, в частности, Египте. Состоялись встречи с рядом египетских университетов, в том числе с Хилуанским университетом, одним из основных партнеров КФУ. С этим университетом обсуждены вопросы открытия сетевых образовательных программ в будущем году. В Москве наградили победителей и лауреатов премии «Студент года-2022». Представители КФУ стали лучшими в номинациях «Студенческая медиагода» и «Староста года». В номинации «Студенческая медиагода» победила медиакомьюнити «Студия Ай-КФУ». В номинации «Староста года» победителем признана магистрант Института филологии и межкультурной коммуникации Эльзира Голимбикова. На этом все. Мы следим за развитием событий. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала «Универтв». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok